Быстрее! Сегодня я посмотрела долгожданную премьеру «Корсад 67-й». Очень я его ждала, когда он выйдет на экраны. Наконец-то дождалась. Что хочу сказать о фильме. Фильм в целом мне очень понравился. Там хорошая команда актеров, фанатом которых я являюсь. Конечно, много спецэффектов, много наиграно. Но, опять же, повторюсь, в целом круто, очень круто. Были такие, конечно, даже моменты, не скрою, там, где я слезу пустила. Но кто посмотрит или кто смотрел, тот поймет. И всем советую посмотреть обязательно именно в кинотеатре. И лучше на 3D-экранах. Сегодня, кстати, здесь, в городе Владивосток, около кинотеатра «Океан» будет автопати. Собираются более 33 машин со всего Приморского края заряженных тачек. Вот. Одну из них я уже видела. У нас стоит около входа копия Toyota Supra из первой части «Парсажа», на которой ездил пол-локер. Вот. Ну, начало впечатляющее. Вот. Ребята обещают за драйву подъехать тоже. Так что будем смотреть, что там да как. Машинки потихоньку подтягиваются. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 С нестандартной турбиной от Grady TD-0620G. Кастом выхлоп короткий. Машина под дрейфт сделана. Расширение пластиковое, сзади фендера стоят. Спереди стоит каркас безопасности. Вы снимаете? Каркас безопасности по приложению J. Ничего себе! Полностью машина готова к спортивным соревнованиям. Амалогированный ковш, сидушка. То есть этот автомобиль уже не первый год участвует в российской дрифтерии. А вы ездите по России или только здесь, в Владивостоке? Машина участвовала в соревнованиях в Красноярске и в Дальнем Востоке на дрифте. Бочу натянули? Ну, к сожалению, не получилось. Но все в будущем, да? Да, да. Планируем. Планируем делать это. Что, есть вариант капот открыть, посмотрите? Да, нет. Там грязный. Да ничего страшного, ну хотя бы глянут, людям показаться. Вот он, красавчик. Да, да, да. Рядный. Ну, слегка грязный. Мы только сегодня ночью собрали машину, пусть все покрасаны. Готовились, да? Ну да, готовились с пещением. Только по дрифту участвуете? Да. Вот эта машина чистая дрифт. А тестировали ее за сотку сколько? За сотку денег? За сотку денег? Не, не. За сколько? Сколько за сотку не скажем, но расчетная мощность на данной настройке, на данных валах. Ага. Мы планируем поменять распредвалы, поднастроить систему газораспределения и снять порядка 400-420, ну, в начале этого сезона. Ясненько. Хорошо. Здрасте. Привет. Ребят, расскажите немножко про свою машину, пожалуйста. Кривай, F34, 98-го года. Под капотом 26-й? 25-й. 25-й? Да. Понятно. А где участвуете вообще в гонках? Нигде. В дрифте нет? Нет, мы там собрали машину. Ясненько. Ваша машина? Ребят, ну, расскажите, у вас под капотом что за движок стоит? 2GZ. 2GZ? Твин турбо? Одна турбина. Одна турбина. Да. Участвуете в соревнованиях? Ежегодно. Да? По дрифту? Драк рейсинг. Драк рейсинг, да? Ну, машина вообще выходного дня, по дрифту другой проект будет собираться. А эта машина, ну, уже 7 лет мы их в руках. Сам делаешь или на СО? Ну, в основном делаю все сам, но особо сложные операции есть СО дружеские, которые помогают. Ясно, ясно. Салон покажешь? Да. Ну, сзади чуть бардак. Ну, ничего страшно, ну, видно, да. Почти закончено. Ну, все могут попасть у двухместной, поэтому главное для водителя и пассажира. Не, ну, это, конечно. А капот давай посмотрим. Под капотом что это? О, у тебя здесь красивый. Рядный двигатель. Ну, чуть-чуть припыленный за грязной Владивостокской действительности, а так... Что, реально на такой машине ездить по Владивостоку? По убитым дорогам? Реально, но не везде. Не везде, да? Не везде, да. Ездим там, где ровно. Постараемся. Ясно. А по дрифту почему не участвуешь? Ну, на этой машине участвуют дрифты очень дорого, потому что дрифт это контактный вид спорта. Постоянно появляются повреждения, там, камни летят, контакты. По дрифту у нас другая машина, которую не жалко. Это уже жалко. Понятно. Ну, спасибо за информацию. Вот она, Супер Абрайана. Расскажи, почему такая идея возникла, именно Тойоту Супру сделать, как у Пола Покера? Ну, наверное, потому что у каждого в детстве была какая-то мечта, которую так сильно хотелось осуществить. и вот это была моя мечта. Ты говоришь, 10 человек, да, собирала эту машину? 10 человек, 9 месяцев. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА